Здравствуйте! В студии новостей моего дома. Я Екатерина Ларичева. Сегодня мы будем говорить о том, что важно и нужно знать. Мой дом и все о нем. Монстры из глубин или разумные существа. Сегодня день защиты китов. Это и охота, и зверей убивать не надо. Бёрдвотчинг. Наблюдение за птицами. Театр на удаленке. Онлайн-трансляции спектаклей становятся все популярнее. Они очень умные существа. Они играют, воспитывают свое потомство и общаются друг с другом. Несмотря на сходство с рыбами, на самом деле это млекопитающее. Сегодня Всемирный день китов, и я подготовила для вас самые интересные факты о них. Древние греки думали, что эти животные были морскими монстрами. Слово кит происходит от имени богини морской пучины Кета. Они дышат так же, как и люди, воздухом. Для этого им нужно подниматься на поверхность каждые 10 минут и делать вдох. Синий кит – самое большое животное на нашей планете. Он достигает в длину 29 метров. Киты вынашивают своих детей около 12 месяцев. Малыш рождается длиной 7 метров и весит примерно 6 тонн. Ежедневно он выпивает 225 литров материнского молока. Новорожденные киты растут очень быстро и набирают до 3,5 килограммов в час. Киты являются единственными в мире животными, которые любят петь. Самки часто напивают своим малышам, а самцы используют пение во время брачного периода, чтобы привлечь самку. Вы любите проводить время на природе и пение птиц вас вдохновляет, то это хобби точно придется вам по душе. Бёрд-вотчинг или наблюдение за пернатами – очень увлекательное и доступное всем занятие. А с чего начать? В древности люди наблюдали за птицами, чтобы предсказать будущее или погоду. Сегодня это приобретает другой смысл. На Западе наблюдение за пернатами, их фотосъемка и изучение уже давно для многих стало любимым хобби. У нас в стране увлечение птицами тоже набирает популярность. Для этого не требуется специальной подготовки или приспособлений. А называется такая любительская орнитология – бёрд-вотчинг. Все больше людей вооружаются фотоаппаратами, биноклями и идут в ближайший парк или лес, чтобы наблюдать за птицами. Есть даже такие, которые из бывших охотников переквалифицировались в бёрд-вотчеров. Все началось банально с волнистого попугайчика дома. Вот почему-то у некоторых это так и остается одним любимцем, а у меня переросла дальше любовь ко всем птицам. И я начала интересоваться, мне они показались интереснее, чем кажется. Я начала узнавать привычки и поняла, что мир птиц намного разнообразнее. Между прочим, удивительнее и действительно можно узнать много чего нового. Занимаются бёрд-вотчингом в первую очередь для удовольствия. Все-таки человек неразрывно связан с природой. А в городе именно птицы приближают нас к ней. К тому же, увлекательное наблюдение за птицами – это еще и польза для здоровья. Во-первых, вы много времени проводите на улице и дышите свежим воздухом. А во-вторых, порой приходится очень много двигаться и принимать разные позы, чтобы словить самый лучший кадр. Благодаря бёрд-вотчингу вы лучше узнаете свой город и его окрестности, и увидите новые интересные места. А если у вас есть дети, то изучение птиц может стать вашим любимым семейным хобби. Но с чего же начать? В первую очередь с изучения разных видов птиц. Даже в крупных городах и встречается более двухсот видов. Если вам интересны птицы, то полевой определитель – это вещь, которая всегда должна быть с собой в поездке, наравне с биноклем или фотоаппаратом. Когда мы выходим на природу, нас сразу окружает много разных видов птиц. Только в Подмосковье их насчитывается около трехсот. И начинающему любителю может быть сложно сразу разобраться во всем многообразии. В этом я как раз и вижу интерес. Всегда приятно самому определить незнакомую птицу. И определитель – это ваш помощник. И очень важно, чтобы с самого начала он был хорошим. Так как птицу не всегда можно разглядеть с близкого расстояния, и тем более определить её точные размеры, лучше всего использовать определитель с картинками. Причём, чем более детально будет прорисовано изображение, тем лучше. Если ваши будни проходят в суете, и вы не сидите на месте, тогда выходные вы точно захотите провести дома. Идеальным вариантом досуга станет поход в театр онлайн. Для того, чтобы отправиться в театр, совсем не нужно надевать красивое платье или костюм. Для этого даже не понадобится выходить из дома, потому как театр теперь на экране вашего гаджета. В онлайн-театре собраны премьеры известных постановок как для детей, так и для взрослых. Юным зрителям придётся по душе спектакль образцовой детской театральной студии «Орликин» из города Салават, Республики Башкортостан. Его название – «Огурцы и другие пирожные» по пьесе Ксении Драгунской и режиссёра Радика Галиулина. В спектакле участвуют огромная кастрюля, карусель, подзорная труба, велосипед с парусами и огромный красивый торт из мороженого. Для взрослых любителей театральных постановок доступен онлайн-спектакль театрально-музыкальной студии «Маска» из города Нижний Новгород с таинственным названием «Тёмные аллеи» по мотивам Бунина. Режиссёром выступил Михаил Кулалаев. Это сборник рассказов о любви, написанной Иваном Буниным во время его проживания за границей. Ещё один интересный спектакль, попавший в подборку наших рекомендаций, сыгран театральным коллективом «Станиславский.ком» города Чебоксары. Спектакль «Оскар и Розовая дама» поставлен по роману Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссёром выступила блистательная Ольга Савельева. «Розовая дама» предлагает мальчику «Оскару» игру. Каждый день он как бы проживает 10 лет жизни. И за 10 дней, оставшихся до смерти мальчика, проходит вся его жизнь. Трансляции всех спектаклей доступны на YouTube-канале «Театральное Приволжье». Всем приятного просмотра! О современных технологиях, которые появляются в школах, и о том, как люди сообща боролись с сугробами. Расскажу сразу после краткой сводки новостей со всего мира. Два саркофага, возраст которых составляет около 2000 лет, были обнаружены во время работ на территории сафари-парка в городе Ромат-Ган. Открытие было совершено на том месте, где строители собирались возвести в госпиталь для диких животных. Исследователи, осмотрев тип камня и декоративные узоры на саркофагах, смогли подтвердить, что усыпальницы предназначались для людей высокого социального статуса. Сейчас саркофаги перевезли на свое новое место пребывания в хранилище национальных сокровищ Израиля. Сотрудники Северо-Восточного федерального университета и научного центра «Вектор» приступили к исследованию мягких тканей древних находок, хранящихся в музее Мамонта СВФУ. Таким образом, ученые планируют обнаружить следы доисторических вирусов и изучить их эволюцию, что положит начало развитию полиовирусологии в России. Первой находкой для отбора мягких тканей стала Верхоянская лошадь, которая была найдена в 2009 году в одноименном районе. Жительница Далласа Киана Абрамс вернулась домой и обнаружила, что все комнаты и помещения затоплены. Трубы в доме лопнули от холода. Ранее женщина переселилась в отель из-за отключения электроэнергии. Жители Техаса были вынуждены жечь дрова и ночевать в машинах, чтобы согреться, после того, как снежная буря нарушила работу электроэнергетических объектов в штате. От холодов, шторма и его последствий уже погиб по меньшей мере 21 человек. Житель казахского города Актау, 13-летний Азамат Нуркажа, удивляет своей необычной гибкостью. Исполнить какую-либо композицию на домбре, закинутой за голову ногой, не составляет для него особого труда. При этом мальчик видит в гимнастике лишь свое хобби. Возможно, он и хотел бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но главная цель Азамата – стать высококлассным кьюиши, домбристом, и начать гастрольную деятельность. Руководитель петербургской студии маникюра и педикюра Надежда Леонова решила пойти на зрелищный эксперимент и нарастила клиентке ноготь длиной 134,5 см. Модель нашлась довольно быстро, а вот работа над ногтем заняла около 6 часов. Впрочем, уже на следующий день ноготь пришлось спилить, так как он очень мешал модели. Между тем, видео с самым длинным ногтем широко разошлось по социальным сетям. Опубликованный в ТикТок ролик за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров. Кроме того, этот гигант претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. От мини-пига по кличке Равиоль вынужденно отказались бывшие хозяева, после чего он попал в центр реабилитации животных. Равиоль не первый мини-пиг в приюте. Люди все чаще необдуманно заводят модных животных, не осознавая последствий содержания в квартирных условиях и нюансов кормления. При соблюдении правильной диеты мини-пиг остается маленьким, но предыдущие хозяева слишком сильно любили и баловали Равиоля. Поэтому в возрасте 5 месяцев его вес уже составляет 15 килограммов, при норме максимум в 3. Впрочем, сейчас Равиоль уже переехал в новый дом, где за ним готовы правильно ухаживать. Общая проблема объединяет. И даже соседи, которые раньше могли не здороваться, взяли лопаты и плечо к плечу вышли на борьбу с сугробами. Давайте вспомним, как это было. Всю неделю коммунальные службы работают практически в бесперебойном режиме. Чтобы чистить дороги и улицы от такого количества снега, в ход пущены вся снегоуборочная техника и инструменты. Но даже этого было недостаточно, поэтому люди целыми семьями брали лопаты и выходили во двор. И делали они по собственному желанию, потому что понимали – вместе быстрее. Глава округа Михаил Токарь в своем аккаунте в Инстаграм выразил огромную благодарность своим землякам. Спасибо всем, кто вместе с нами борется со снегом. Дорожникам, коммунальным службам, предприятиям, дворникам, военнослужащим. Отдельная благодарность жителям Сергеева Посадского городского округа. Ни в коем случае не снимаем с себя ответственности. Техника и рабочие обязательно придут в каждый двор. Самое важное для нас – обеспечить проезд скорой и спецслужб, общественного транспорта. Расчистить пешеходные дорожки к медицинским и социальным учреждениям, а также школам, детским садам и остановкам. Михаил Токарев также отметил, что к уборке было привлечено 100% техники и рабочей силы. Еще почти 200 единиц техники предоставили частные предприниматели, сельскохозяйственные предприятия и военнослужащие. Во дворах же люди, откапывая свою машину из сугроба, заодно расчищали и дорогу. А этот мужчина вышел на прогулку с ребенком, захватив лопату. И пока малыш спал в коляске, отец делал полезное дело. Управляющие компании тоже вооружились лопатами и наравне с дорожниками и коммунальщиками трудились, не покладая рук. Родители вместе с учителями списывались в соцсетях и организованно собирались у школ, чтобы помочь убрать территорию. Во многих школах уже давно есть простые флипчарты, а вот в Силковской школе появились интерактивные. Силковская школа принимала участие в акции «Школа утилизации электроники». И среди всех учебных заведений Московской области численностью до 600 человек она уже четвертый год подряд становится лидером. В этот раз в подарок ребята получили инновационный электронный флипчарт от компании Samsung. В отличие от обычного флипчарта, для его использования не требуется бумага, а презентации можно транслировать прямо с мобильного телефона или ноутбука. Такая инновационная панель легко может заменить доску. Она позволяет загружать контент из интернета и сохранять результаты обсуждений или материалы урока. Более того, всю информацию легко можно отправить ученикам в электронном виде прямо с доски. Внешне электронный флипчарт похож на большой телевизор. В мультисенсорной операционной системе учащиеся могут использовать простые интуитивные жесты, такие как бросок, поворот и раздвигание или навигационные жесты. Никаких специальных инструментов или меню не требуется. Работа проходит естественно и легко, что делает учебный процесс более привлекательным. Ученики Силковской школы были очень рады такому подарку и уже активно начали использовать его в процессе обучения. А в следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации. Предлагаем стать соавторами наших сюжетов, ждем ваши темы и комментарии. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране.